Не боится людей и приехала на церемонию Алла Пугачева, она подошла к гробу, возложила цветы, подошла к родным и близким, потом вернулась к гробу, что-то говорила секунд 30 и уже в финале так погрозила пальцем, что-то говоря Михаилу Сергеевичу. Что могла сказать Алла Борисовна в этих прощальных словах? Все, что угодно, но я думаю, что Алла Борисовна движет то же, что и мной, когда я вот сейчас говорю о Михаиле Сергеевичу, благодарность. Она прекрасно понимает, в какой стране она жила до Горбачева, в какой стране во время Горбачева и в какой стране после Горбачева. Кроме того, не будем забывать, что своим последним указом Михаил Сергеевич Горбачев присвоил звание народных артистов Советского Союза Олегу Янковскому и Алле Пугачевой за несколько дней до ухода с поста президента СССР. Поэтому это тоже один из факторов, за которые Алла Борисовна может быть ему благодарна. Как думаете, останется Пугачева в России? Не знаю, не знаю. Я не говорил с ней на эту тему, и мне трудно сказать. Это ее выбор, это ее право. Я знаю, что Пугачева Алла Борисовна является огромным символом для нескольких поколений бывших советских и постсоветских людей. И когда-то ее бывший муж Александр Стефанович, с которым мы были хорошо знакомы, он мне рассказывал, как он запустил в народ. Он иногда запускал в народ анекдоты. Он запустил в народ анекдоты, что кто такой Леонид Ильич Брежнев, мелкий политический деятель в эпоху Аллы Борисовны Пугачевой. Поэтому эпоха Аллы Пугачевой продолжается. И кто такой Путин, продолжая анекдот, хочу спросить. В нашем предыдущем интервью, я когда задавал вопрос про Пугачеву и спросил вас, не вернется ли Ургант вслед за Аллой Борисовной, на что в комментариях мне написали, что Василий, вы все пропустили. Ургант уже вернулся. Я начал искать источники. Действительно, некоторые СМИ даже выкладывают видео с некого мероприятия, где Ургант что-то говорит в микрофон, ведет какое-то мероприятие. Это маленький фрагмент, сложно понять, где оно происходит. Почему российские звезды, некоторые, которые выехали, начинают возвращаться назад? Об этом надо спрашивать у них. У меня мысль какая? Первая. Это их страна, это их родина. И даже если государство ведет себя мерзопакостно, родина остается родиной. Мы не можем осуждать любовь к своей родине никого, ни нигерийца, ни русского. Это первое. Второе. Я думаю, что... Я не думаю, я знаю. Многим артистам, популярным артистам российским, российское государство предложило большие деньги за то, чтобы они публично вернулись и за то, чтобы они показали, что они в России. Я ни в коем случае не говорю об Али Борисовне или о Бурганте, чтобы вы понимали. Я знаю просто, знаю точно, что многим предложили деньги и многие на деньги клюнули. Потому что русские артисты, как и любые артисты, это люди, как правило, без политических взглядов. Это люди, которые любят деньги. И это надо понимать тоже. Поэтому не исключаю и этого момента. Вы знаете, это идеология тоже. Вот представьте, Советский Союз в 30-е годы, например, и 40-е после победы во Второй мировой войне. Сталин инициировал возвращение, публичное, красивое возвращение в Советский Союз целого ряда выдающихся деятелей культуры. Алексей Толстой, Александр Вертинский. Сейчас кто еще мне? Бунина уговаривали, Бунин отказался категорически. Ненавидел эту страну большевистско-фашистскую, ненавидел ее. Алексей Толстой, вот точно, боже, кто еще? Значит, Вертинский. Ну а как они возвращались, как вы думаете? Ну, Толстому создали... Толстой жил как граф. Ему создали потрясающие условия. Он имел огромные деньги. Начали тут же издавать его гонорары баснословные. Ну, это покупка. Покупка. Я не исключаю, что нынешних российских звезд точно так же покупают. Вот о российских, а когда-то украинских звездах я тоже хотел чуть позже, но, раз уж вы затронули эту тему, телеведущая Регина Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля. В то время как Россия продолжает пускать ракеты по украинским городам, в том числе и по ее родной Одессе. Ну вот одно дело, россияне, которые ведут себя по-разному, а вот такие украинцы, которые, оказавшись там, забывают о своей родине и, как ни в чем не бывало, выходят на красную дорожку, в то время как Россия продолжает бомбить украинские... Василий Владимирович, у каждого человека есть право выбора. Вообще выбор — это неотъемлемое право наше выбирать. Кто-то выбирает одно, кто-то выбирает другое. Выходят на дорожку они, а стыдно мне за них. Я вообще ничего не хочу говорить, потому что это такая постыдная, такая отвратительная тема, когда украинцы, которых любила Украина, которые были здесь обласканы, артисты в частности, когда они служат Путину, который убивает украинцев, массово убивает украинцев, это ужасно. Оправдания этому нет и не будет. Еще одна тема, которая взорвала украинский сегмент Facebook — секретариат Национального Союза писателей Украины потребовал ликвидировать музей писателя Михаила Булгакова в Киеве и открыть на его месте музей украинского композитора Александра Кошица, который проживал в этом доме. По словам представителей организации, автор-мастер Маргариты пропорочил и ненавидел Украину, об этом говорится в заявлении Союза. Дмитрий Ильич, как думаете, какое должно быть будущее у дома музея Булгакова в Киеве на Андреевском спуске? Я с удивлением узнал, что у нас, оказывается, есть Союз писателей. То есть писателей практически нет, а Союз существует. Это фантастика. Я готов обсуждать этот вопрос, когда те, кто приняли это решение, напишут хоть что-то подобное из того, что написал Булгаков. Тогда я готов поговорить на эту тему. Я вам скажу так. Михаил Афанасьевич Булгаков – великий, гениальнейший писатель. Это гений, рожденный в Киеве, живший в Киеве, в моем Киеве, на моем Андреевском спуске. Поэтому говорить о том, что он не любил Украину, а как он мог ее не любить, когда Украины тогда еще не было, независимой Украины. Давайте вообще перестанем бороться с прошлым. Давайте уже бороться с настоящим. Сегодня есть много объектов, с кем можно бороться. Не надо стрелять по умершим писателям. Тем более по великим, гениальным писателям. Булгаков – это гордость Украины. Булгаков – это человек, который дышал нашим воздухом. Талант которого вырос и возмужал. И был напоен воздухом Киева, Подола, Андреевского спуска. Как можно вообще… Какой союз писателей, какие-то профаны недоделанные. То есть, по-вашему, дом-музей должен остаться на Андреевском? Однозначно. Продолжение следует...